Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенная, поэтапная реабилитация, которая редко, но я думаю, что все равно дает какие-то прогрессивные, положительные результаты. Но и глядя на то, сколько здесь находится мамочек, папочек, и есть очень много нуждающихся в финансировании данного лечения непосредственно наших россиян. Поэтому, конечно, было приятно было бы видеть здесь побольше россиян, со всей России, с нашей большой, потому что не только центральная Россия, но и Дальний Восток, и Восточно-Сибирь вынуждаются в этом, я думаю, что и Южные, и Северные наши регионы. Поэтому, если будет финансирование данного проекта на лечение со стороны бюджетных средств, то, конечно, я думаю, многие мамочки и папочки будут просто довольны. Здравствуйте, мы из Краснодара, живут в дружине Максима. Нам три года, я у нас был такой статистической депутатии. В центры хозяйственных приехали второй раз. Я не одна. Получается, я не знаю, не по лечению, и нам очень нравится. В Краснодаре каких-то разных центров нет. Возможности постоянно с ним оплачивать, это очень дорого. Молодой смеет, не хватает тех простой помощи в оплате подчетки. Спасибо. Прокофьева Полина Дмитриевна, город Сверсков, Московская область. Сейчас мы находимся в клинике в больнице Козяткино. Реабилитируем второй путь. Реабилитация дает нам положительную динамику. Хотели бы присоединиться ко всем мамам и обязательно посещать этот центр. Реабилитация дает нам положительную динамику в больнице Козяткино. Денег нет. Очень хотим ездить сюда, очень хотим лечиться, хотим положительную динамику. Добрый день. Мы надеемся на поддержку нашего родителя. Мы надеемся, что наши детки могут бесплатно реабилитировать вас в области. Мы надеемся, что наши детки могут бесплатно реабилитировать вас в больнице Козяткино. Мы надеемся, что наши детки могут бесплатно реабилитировать вас в больнице Козяткино. Мы надеемся, что вы поддержите нашу инициативу и сможете помочь нам в достижении нашей цели. Здравствуйте, меня зовут Кучелкина, это наша дочка Света. Мы находимся на шестом курсе лечебно-русной программы в клинике профессора Козяткино. Сюда мы попадаем только с помощью неравнодушных наблюдений, то есть через фонд, через телевидение, потому что своих средств проехать сюда у нас просто нет. Когда мы приехали в Сайдер-Урляцию, это было в апреле прошлого года, Света совершенно ничего не умело сделать. Голуба она так что-то не держала, не умела сидеть, а ноги у нее практически не раздевались, потому что мы до этого лечили ее в бедра. Что она умеет сейчас? Она более-менее держит голубу, она поднимается полностью на локте и на руке, или уже на животе, она может немножко посидеть по турецке, и ноги наши стали гораздо мягче, то есть мы можем сложиться в любой пылечек, ну, например, вот наша любимая вот так вот, скажем, вот так вот, наша любимая вот так вот умеет. Мы это многие не умеет, поверьте мне. Вот. Очень бы хотела бы попросить наше дровое правительство людей, чтобы мы сюда могли попадать не только с помощью людей, которые не безналичны в себе нашей дочке, но также с помощью государства, потому что к государству мы можем поехать только в пределах области и получить лечение, которого просто нет. Если мы сюда возвращаемся отсюда, возвращаемся с прекрасным результатом, пусканики, даже на нашем куче, даже самые капли, это очень-очень-очень большой шанс. Рома Григорьев, город Москва. Четвертый путь реабилитации в Международной клинике профессора Владимира Ильича Козявкина. Очень большой проблемой является информационная проблема. В среднем в клинику Козявкина в месяц приезжают 60 семей из России, в год около 700 семей. Если бы в роддомах, в поликлиниках, своевременно родителям предоставлялась информация при постановке диагноза детской инвалидности об методе Владимира Ильича Козявкина. Чем раньше началась реабилитация, тем она эффективнее. Очень много времени уходит на поиск информации и сбор средств. Мы очень надеемся, что в России будет принята программа, по которой дети России смогут приезжать, получать реабилитацию по методу Владимира Ильича Козявкина в Трусковце.